Всем доброго здоровичка! Это видео я решил назвать записки голодающего и в нем я хочу поделиться с вами своим опытом голодания на воде. Голодая уже четвертый год подряд, до этого голодал довольно короткий отрезок времени, первый год голодал 3 дня, потом 4 и потом 5 дней. Все на воде. В этом году поставил цель голодать 7 дней. Сегодня у нас 7 марта, я уже нахожусь без еды 4 дня пью только одну воду чувствую себя более-менее хорошо но правда уже на четвертый день чувствуется такая уже знаете усталость, потому что пищи, зарядки нету и батарея как бы садится, поэтому утром уже делал сегодня разминку, зарядку, пришлось сделать как бы небольшой такой 30 секундный перерыв, потому что чувствую, энергии не хватает но правда это было утро только я проснулся, а утром как бы это самый такой тяжелый момент, этап суток, нужно раскачегариться, скажем так в принципе я о голодании ничего подробно не буду рассказывать о моментах, потому что я уже об этом снимал видео, ссылка на это видео появится вот здесь сейчас на экране, плюс будет в описании к этому видео там все как бы более подробно о голодании голодание вообще состоит из трех этапов это подготовка, это голод и это выход из голода вот первый и второй этап важны, а еще больше важен третий этап на третьем этапе я остановлюсь вот на 7 днем на моем голодании, потому что это важно ход голодания я ничего не буду говорить, потому что по ссылке вы посмотрите тем более не имеет значения 3 дня, 5 дней, 7, 21 принципы голодания одинаковые и как бы все идентично за исключением срока что я ощущаю уже на четвертый день сегодня сделал небольшую вынужденную пробежку нужно было добежать до маршрутки потому что она уже выезжала и я там метров 60 наверное бежал ну 70 от силы и бежал легко никакого дискомфорта но уже когда прибежал почувствовал, что вот какой-то так вот ощущаю легкие что они как-то так вот тяжело, устаю устаю а так в принципе все хорошо и еще один есть опыт который я сегодня ощутил 4 марта у нас поломалась машинка стиральная машинка Bosch рассчитанная на 6 кг стирки то есть довольно такой внушительный аппарат мы вызвали мастера он приехал протестировал сказал, что нужно везти на сервис я помог ему спустить на первый этаж машинку погрузить ее в бус сегодня 7 марта сегодня позвонил утром мастер и сказал, что машинка готова готов привезти он ее привез и я с ним вместе перел этот аппарат с первого на четвертый этаж я сразу его предупредил говорю, я четвертый день голодаю ничего не ем, только пью воду не знаю, как себя буду везти возможно придется там 2-3 раза остановиться к моему удивлению подняли мы машинку без особых каких-то проблем поднявшись на четвертый этаж и поставил ее на лестничную площадку чтобы открыть дверь я почувствовал, что в принципе даже не запыхался единственное, что я почувствовал, что организм разогрелся кстати, на голоде организм очень быстро разогревается если выполняешь какие-то физические упражнения еще я заметил, что я практически не запыхался а вот мастер, который помогал с которым мы несли эту машинку он очень участенно дышал и он, кстати, мне об этом сказал что я более запыхался, нежели вы то есть в принципе при каких-то обстоятельствах когда очень нужно можно заниматься такими вот физическими нагрузками но, конечно, в меру пятый день моего голодания и хочу сказать несколько слов о таком моменте, как сон сон на голодании очень короткий позавчера я проснулся примерно в 5 часов утра вчера я проснулся в 5.30 сегодня я проснулся в 3.50 в 3.50 естественно, просыпаюсь не по будильнику просто сам встал и чувствую, что уже выспался и спать больше не могу то есть на голоде сон очень короткий организм очень быстро восстанавливается по крайней мере, это у меня сейчас 6 часов утра повторюсь, я проснулся сегодня в 3.50 сделаю некоторую работу и разговариваю шепотом потому что мои все еще спят, конечно очень важной составляющей голодания являются физические нагрузки ну естественно, поднимать какие-то сопротивленные тяжести на голоде не стоит да и не всегда это получится не у каждого, думаю лично я даю предпочтение таким умеренным физическим нагрузкам как прогулки гуляю я в среднем 3 раза в день по 30-45 минут получается я прохожу в день примерно от 6 до 9 километров это для меня как бы самый такой оптимальный вариант очень часто во время прогулок я преследую какие-то свои цели то есть попутно делаю еще какую-то работу то есть убиваю два зайца например, вот несколько раз ходил есть недалеко от моего дома старый заброшенный сад и я туда ходил несколько раз искал сеянцы маленькие яблонь чтобы на них привить какие-то подвои то есть привои простите дальше вот несколько раз ходил сюда к пруду здесь очень красиво особенно утром для утренних прогулок это вообще замечательное время и замечательное место и сегодня опять преследую свою цель одну во-первых прогуляться а во-вторых вот у нас на одном из берегов растут несколько деревьев клена я пришел к этим кленам чтобы собрать их семена семена это ну кто не в курсе и кто думаю многие знают вот такие вот вертолетики вот это семена они летят и что заметил во время сбора заметил что уже некоторые семена ну так некоторые процентов наверное 30-40 уже пускает корешки вот видите семечко уже с корешком то есть его нужно положить в благоприятное место и он уже будет расти супер ну вот и наступил заключительный седьмой день моего голодания что хочу отметить за последние два дня утром мне стало как-то так дискомфортно в плане появилась такая определенная заторможенность сегодня до 10 часов утра я себя ловил на том что как-то так я вот делаю все медленно как-то так вот ну торможу как говорят но после 10 все как бы стало на свои на свои места но вот сегодня кстати я себя чувствовал лучше чем на 4 и на 5 и даже на 6 день утром то есть голова раньше была такая небольшая головная боль чуть-чуть ну наверное так сильно по крови гуляет а сегодня встал хорошо но появилась заторможенность еще последние 3 дня мне стало как-то так прохладно вот сейчас я сижу в футболке в кофте еще одной кофте вот комфортно хотя до этого я никогда так не одевался тепло и еще ночью мне сегодня приснился сон что я хожу по какому-то городу я не знаю где это с какой-то неизвестной компанией и увидел такой небольшой стихийный рынок и бабушка продавала одна груши такие красивые а другая продавала яблоки и я даже по-моему яблоко какое-то одно ел и я так подумал что что же я делаю потому что я же голодаю как так и почему ну и как бы сегодня я до конца дня не ем завтра утром уже буду выходить или утром или к часам двенадцати но это уже будет вторая часть видео записки голодающего будет она посвящена полностью выходу из голода в принципе это все спасибо что смотрели увидимся пока 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 Продолжение следует...